Поводом к рейду стало обращение жителей развилки и родителей детского сада, которые находятся рядом с данными мусорными контейнерами. На обращение граждан мы должны ответить в течение 30 дней. Но что касается контейнерных площадок, вывоза мусора, мы стараемся реагировать в течение двух недель. Одним из обязательных элементов благоустройства дворовых территорий является обустройство площадок для сбора мусора. Но мало создать, необходимо еще и содержать их в чистоте. Сотрудники компании «Экотранс» уверяют, машина приезжает каждый день, чистят не только контейнеры, но и вокруг. А вот жители утверждают, бывает, что и по несколько дней машины нет. Но, правда, не часто. Скажите, пожалуйста, ребята, которые приезжают убирать, они за собой убирают? Убирают. Они не ленятся лопатками, челкой спорят? Нет, нет. То, что вывалилось, значит, подбирает. То, что валяется, подбирает. Что еще? Это уже после этого произошло. Рядом с полупустыми контейнерами мусор и зрелище малоприятное, но привычное. И ругать организацию, отвечающую за содержание контейнерных площадок, можно сколько угодно. Но не только в ее адрес должны сыпаться обвинения. Управляющая компания обязана следить за чистотой самой площадки, потому что мусорвозящая организация вывозит мусор и собирает подбор мусора во время его погрузки. То есть просыпавшийся мусор. А в течение дня непосредственно за состоянием чистоты на контейнер-площадке должна следить управляющая компания. Ругать также надо самих себя тем, кто не доносит до контейнера мешок с мусором банки отходы. Для крупного мусора, к примеру, для мебели, есть специальное отделение. Но мелкий мусор должен быть в контейнере. Это закон для культурного человека.